Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, и я больше чем уверен, что не найдется ни одного игрока среди нас, кто не знает, кто такая Прога 46. У многих она есть, а многие о ней мечтают, и вот сейчас она появилась на продаже. Хотят за нее 8500 голды. Я лично считаю, что за голую машину это завышенный ценник. Максимальный ценник на данную машину, такой реальный, это 7500 с золотом. Ну вот прям совсем-совсем максимум для тех, кто очень хочет себе конкретно данный аппарат. Ну просто потому, что 8500 платить за машину и слот в ангаре, наверное, позволит себе только тот, кто очень давно ее ждал и готов переплатить косарь голды только лишь для того, чтобы ее себе приобрести. К слову, ребят, когда она за 8500 вышла на аукционе новогоднем, ее, ребят, начали разбирать. Реально разбирали и довольно неплохо, но потом ценник спадал, и по-моему, можно было ее даже взять 1000 за 7. И поправьте меня те, ребята, которые лучше помнят эту ситуацию с новогодним аукционом в отношении проги 46-й. Кроме того, ребят, вы можете взять себе данную прогу в составе набора с СОМУ АСМ, если данный танк вам интересен. И, соответственно, если вам надо 2 према, и вы можете себе их позволить, то здесь, безусловно, за 15500 получается гораздо выгоднее. Если вы поделите, то там будет гораздо меньше 8000 ценник на каждую из этих тачек. Поэтому, ребят, мне кажется, в составе набора будет гораздо интереснее. Ну, а что касается нашей проги, то, как все мы знаем, ну, а кто не знает, сообщаю именно для вас. Данная машина обладает обалденным, уникальным, непревзойденным, ребят, не перестану хвалить данное орудие на своем уровне. Три снаряда в магазине с системой дозарядки. Вам нет необходимости ждать, пока перезарядится полностью весь магазин. Он постоянно дозаряжается, причем вы на это даже не обращаете внимания. 2,5 секунды время перезарядки внутри самого магазина говорит о том, что через каждые 2,5 секунды, пока у вас есть снаряды в магазине, вы будете отбрасывать по 240 единиц на базовом снаряде. Это очень классно на 8 уровне. Плюс к тому, пробитие у проги далеко не самое худшее. Да, пускай не самое лучшее, но оно нормальное, оно достаточное и вполне играбельное. Обалденное время сведения меньше 3 секунд и, если быть точным, то 2,7. Если было даже 3 секунды, все равно было бы классно. 2,7 это вообще фонтан эмоций. Ну и что касается разбросов, тут все тоже супер круто. 0,314. При этом, ребят, ДПМ типа не сильно большой. 2 тысячи. Но все-таки, с учетом того, что может данное орудие, то этот ДПМ супер реализуемый и действительно очень классно отыгрывается в игре. Что касается, ребят, по броне. Брони здесь нет, не рассчитывайте на то, что вы будете что-то танковать. Да, периодически где-то какие-то рандомные рикошетики будут встречаться, но в основном в вас все прилетает. Но опять-таки, не в броне фишка данной машины. Что касается сравнения, ребят. На 8 левеле средних танков хоть попкой жуй, тут реально их просто дофигище. Поэтому сравнивать с кем-либо я не вижу вообще никакого смысла. Максимум, кого можно поставить в сравнение, это Химеру и Центуриона МК-5-1. Но только лишь по той причине, потому что очень часто игроки спрашивают, кто лучше, Проджета или Химера, Центурион или Химера. Ребят, данные машины абсолютно разные, все три. И говорить о том, что их можно как-то адекватно сравнивать, это неправильно. Они совсем по-разному играются. Химера играется от ее великолепной Альфы в 440. Центурион играется от своей великолепно бронированной башни и от времени перезарядки в неполные 5 секунд. Поэтому, ребят, эти машины сравнивать невозможно. Единственное, с кем можно сравнивать, это П-44 Пантера. Проходная машина, и вот если вы посмотрите на характеристики, это вторая машина из двух имеющихся на 8-м левеле среди средних танков с системой дозарядки магазина. И здесь, ребят, обратите внимание, что да, безусловно, ДПМ в пользу Пантеры. Пробитие в пользу Пантеры. Альфа чуть-чуть меньше, выстрелов в минуту больше. И при этом всем, ребят, по процентам побед Проджета имеет 56%. А проходная машина всего лишь 50%. Согласитесь, разрыв просто обалденный. Поэтому говорить о том, что их тоже можно как-то так вот прям честно сравнивать, ну я бы так не сказал. Что хочется отметить по поводу того, с кем еще довольно часто сравнивают данную машину. Ее сравнивают со Шкодой Т-27, которая обладает барабаном на три снаряда. Но это все-таки цикличный барабан. И его в сравнение брать тоже не совсем честно. Что касается подвижности по машине, то ее больше, чем достаточно. Да, есть некоторые ребята, которые по карте передвигаются, ну я бы сказал, существенно быстрее, но огромное количество машин при этом более унылую подвижность имеют. 175% доходности позволят вам, реально позволят вам, неплохо фармить серебро. Поэтому, ребят, если вам нужна машина, которая в том числе и фармит, то Прога однозначно к ней относится. Все, что можно было обсудить по данной машине, стоя конкретно в ангарчике, я сделал. Ну а теперь осталось только выбрать встречный бой и отправиться в первую попавшуюся катку, для того, чтобы попытаться реализовать данную машину и показать ее во всей красе. Прога не перестает удивлять. Она не перестает удивлять меня тем, что наряду с такой машиной, как Химера, это один из танков, которые на своем уровне, несмотря на то, что они находятся в игре уже очень долгое время, они не устаревают. То есть, какие бы машины на восьмом левеле не появлялась, Прога всегда сможет найти себе место практически в любом бою, она будет полезной и она будет играбельной. И что самое парадоксальное в этой машине, она максимально сбалансированная. Серьезно. И по углу склонения орудия, и по скоростью повороты башни, и по времени сведения и по разбросу, и по динамике, и по подвижности, и по поворотливости, и по скорострельности, и по времени перезарядки, и по точности. Короче говоря, в данной машине можно прицепиться только к ее низкой бронированности. Но это средний танк, обладающий такой мощью в игре, что если бы он еще и был забронирован хорошо, но тогда это была бы действительно просто непревзойденная никем имба, и по большому счету, все остальные танки пришлось бы просто выносить на помойку. Данная машина крайне комфортная, крайне удобная. Мне сейчас единственное, чего необходимо дождаться, просто пока попадут в засвет товарищи, ну а дальше попытаться помочь своей команде бодренько и весело отыграть. Ну что, поехали, повоюем. Обожаю Прогу. Каждый раз, когда мне хочется пофаниться или повеселиться где-нибудь, не напрягаясь, я беру именно эту машину, потому что именно она действительно позволяет получить максимум удовольствия от боя. Так. Едут наши товарищи выковыривать нас. Точность и сведение, я бы сказал, крайне комфортная. Здесь сейчас просто немножко не фартит, но в основном машина отбрасывает туда, куда надо. Ну а что касается, ребят, стрельбы на дальних расстояниях, тоже все очень-очень комфортно, все очень классно. Я не слежу абсолютно за своей перезарядкой, мне это, в принципе, не есть необходимо. Я просто играю, и я знаю, что у меня практически постоянно, если я не сделал три выстрела, у меня практически постоянно с собой в запасе есть как минимум один снаряд, а порой и два, для того, чтобы можно было удачно в кого-нибудь закинуть. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Совсем немножечко не хватает. Ну, ребят, это не более чем подкрутка. Если кто-то сейчас начнет писать в комментариях по поводу того, что орудие не обладает точностью, про которую я говорю, ну, не читайте этих комментариев, не верьте им. Я не рекламлю машину, я всего лишь констатирую факт того, что машина очень бодрая, очень классная, и она действительно стоит того, чтобы ее себе приобрести. Я не говорю, что приобретать ее необходимо за тот ценник, за который ее сейчас продают. Я говорю о том, что машина стоит того, чтобы находиться в вашем ангаре. Так, поехали дальше. Дождусь, пока дозаряжусь. Ну и, соответственно, поедем дальше искать одного товарища, который остался недобитым из всей команды врагов. Ну, а параллельно наш барабан продолжает дозаряжаться. Я больше чем уверен, что практически сколько бы хп у него не было, у меня есть все шансы, если не вынести его в ангар, даже если он на 100% заряжен хпшкой, то как минимум сделать его шотным. Причем он меня однозначно не вынесет. Ну, разве что быка мне подорвет, но это прям совсем должно не все сложиться в мою пользу, или наоборот, все сложится совсем не в мою пользу. Я засветился, значит товарищ где-то здесь, и вот он. Поздравляю, ты в ангаре, без сведения и без каких-то долгих прицеливаний в тебя. Три фрага. Много ли накосил урона? Нет, немного, и прога может гораздо больше. И было несколько фейловых выстрелов, но согласитесь, свое дело прога все-таки продолжает делать, даже если ты не набиваешь огромного количества урона. Три фрага, 1190 единиц нанесенного урона, знак классности третьей степени. Что касается фарма, то за вот такой вот плевый, абсолютно плевый, ненапряжный бой, с учетом активированного прем-аккаунта, я получаю, если не считать дополнительных вот этих вот за достижение медалей 3000, то 40, сколько там, 48 тысяч серебром. По-моему, очень круто. И действительно, вот так вот не напрягаясь, на проге можно весело, классно кататься и при этом фармить себе серебро, получая удовольствие от боев. Среднячок по команде по урону, но свое дело сделал. Сделал три фрага, и на проге абсолютно спокойно можно вывозить и больше. И есть на моем канале один очень прикольный реплейчик от одного из зрителей, там, где он смог на проге сделать 7 фрагов из 7. Ссылочка будет обязательно в описании под данным видео. Зайдите, посмотрите, это действительно прикольный, интересный бой, который показывает, что прога не устарела абсолютно и достойна того, чтобы находиться в вашем ангаре. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.